Актеры люди суеверные, они верят в приметы. Если сценарий падает на пол, на него надо сесть. Нельзя на репетиции произносить последнюю строчку пьесы. В театрах нет гримерок под номером 13. Ролан Быков в суеверие не верил. Он никогда не брал в руки карты, чтобы узнать свою судьбу. Человек должен быть свободным, считал он. Не такая безобидная вещь гадание. Когда рождественские гадания, ну даже священники некоторые закрывают на это глаза, потому что это в основном игра больше, это калятки какие-то. Бросит там сапожок на улице, с какой стороны голос раздастся, там оттуда придет жених и так далее, какие-то другие гадания. Но, вы знаете, апостол Петр сказал, «Будьте свободны, свобода ваша дорогой ценой досталась». Христос дал себя распять. За нашу свободу, чтобы мы были свободны в своем выборе. Гадание, ворожба, это и есть вид оккультизма. То есть действие гадателей, оккультистов через темные силы, через бесов. А от бесов можно ждать что-нибудь хорошее, только одно пагубное исходит от них. Гадание – это программирование, считает отец Анатолий. Гадалка предрекает несчастье. Человек в них верит и сам притягивает к себе неприятности. У меня был один знакомый, который пошел к цыганке-гадалке. Уж очень захотелось узнать о своем будущем. А он был прекрасный столер. И она ему сказала, «Ты умрешь от электросверла, от электродрели». Если бы он был более стойкий в духовном плане человек, он бы плюнул на эти ее сказки. И не боялся бы, но у него развился невроз страха. И каждый раз, беря в руки электродрель, он трясся, он боялся, как бы не умереть от этой штуковины. И действительно, один раз он стал сверлить дырки в стене, влез на лестницу, взял в руки электродрель, и у него в руки тряселись. Он упал с лестницы, и электродрель вошла ему в шею, перерезала сонную артерию, и он действительно погиб. Едва ли не самые внушаемые люди – артисты. Ведь чтобы хорошо сыграть, нужно самому поверить ситуацию, представить, что все происходит на самом деле. Именно поэтому среди актеров почти нет скептиков. Я, кстати, могу сама раскинуть карты. Увлекался, увлекался гаданием. Дело это, конечно, не очень хорошее, я сразу скажу, не хорошее. Другое дело загадывать желание. Это веселая, конечно, вещь. Никогда в своей жизни не гадала. У нас еще есть время. Наверное, потому что верю. Если мне нечего делать, я беру карты в руки, могу. Так, ради веселья. И один раз я сходил к гадалке в Сибири. Так, ради веселья. А люди говорили, такую ерунду. О, мой джентл, Джейсус! Ну, гадание. Ты там ищешь себе кого-то с ужиного, ряженного. На кофейной гуще. Ой, в кофейной чашке очень много чего можно увидеть, только я, к сожалению, не знаю обозначениях этих фигур. Ну, я уже этим не занимаюсь, потому как что-то... Там, кстати, бывают красивые вообще рисунки. Я вижу постоянно каких-то слонов, птиц. Это не очень, как бы, так хорошо. Я, в принципе, знаю, что меня ждет. Бывает, конечно, медиум. Ой, это страшно. Это я не люблю это. Что, что мне гадать? Надо работать просто. Стать актером Эвклид Кирдзидец мечтал с детства. В 1997 году он заканчивает театральный. В это время кино в России почти не снимается. В театре, глядя на греческую внешность Эвклида, пожимают плечами. Что вам играть в русском театре? Эвклид становится перед выбором. Менять профессию или умереть с голода. Ему рассказывают об известной гадалке. Она предсказывает судьбу по кофейной гуще. Гадать на кофейной гуще само по себе звучит как абсурд. Ради смеха Эвклид соглашается к ней сходить. Значит, она меня посадила, взяла вот такую чашку, из-под которой едят суп, в общем-то. Насыпала туда этого кофе, сахару. Я за этим наблюдал. Она шутила параллельно. Тебе сахаром или без? Я говорю, а что разве гадают на кофейной гуще и кофе пьют сахаром? Да мне какая разница, ты как любишь? Я говорю, я люблю с сахаром. Она насыпала туда, помешала. Потом взяла тарелку, из которой едят горячие блюда, огромную просто. Я попил этот кофе, она перевернула туда. Это был абсурд абсолютно. Рассматривая чашку, гадалка вдруг начала говорить невероятные вещи. Сначала она описала профессию Эвклида. Ой, ой, ой. У меня там все елкает внутри. И она говорит, боже, какой же ты профессии-то? Ты смотри, ты все время прыгаешь, прыгаешь, а вокруг тебя столько людей. Ты на каком-то постаменте. А чем ты занимаешься? Какая у тебя профессия? Я молчу. Принципиально молчу. Ты посмотри, сколько людей вокруг. И ты перед ними все выплясываешь, выплясываешь. Потом она, значит, отложила эту чашку, взяла тарелку. По тарелке стала мне говорить, ты объедешь весь мир. Ты побываешь в Японии, ты побываешь в Америке. Затем она предрекла, что Эвклида очень скоро ждет невероятный успех. Что какой-то король приедет из-за кордона, очень большой, такой как начальник, такой очень известный. И он тебя возьмет к себе. И ты вот вместе с ним объедешь весь мир. Май 1997 года. Питер Штайн приезжает в Москву. Он хочет ставить Гамлета с русскими актерами. Объявлен кастинг. Вся театральная Москва об этом только и говорит. Показаться Штайну хотят все. Пробоваться у Штайна Эвклид даже не собирается. Он уверен, это не его уровень. Он идет на презентацию фильма в Дом кино, садится в зрительный зал, смотрит премьеру. А я даже не заметил, кто сидел рядом. Ну, сидели какие-то девушки, женщины. И, по-моему, это было после фильма. Я сейчас этого не вспомню, но я только помню, что с левой стороны ко мне обратилась женщина, с которой меня до начала картины познакомила наша, как теперь уже выясняется, общая подруга. Но я ее просто не запомнил. А мест не было, и он просто примастился вот слева от меня, значит, там вообще вот так вот. Йова Санько хорошо знает Питера Штайна. Она уже играла в его постановке. Ей нравится молодой актер, она решает порекомендовать его известному режиссеру. Питер Штайн берет Эвклиду в свой спектакль даже без кастинга. С Гамлетом Эвклид объездил весь мир. Он был и в Японии, и в Америке. Пророчества гадалки сбылись. Но что было бы, если бы Эвклид не пошел на премьеру? Если бы он сел на другое место в зрительном зале? Я убеждена, что если бы не было этой случайности, у Эвклида случилась бы другая. На моем месте мог бы быть кто-то другой. Это мог быть Ништайн Астреллер. Но самое главное, что когда человек идет к своей цели и не громит в плохом настроении правительства или время, в которое он родился, а он живет, и он идет, и он проживает полную жизнь, даря радость тем, кого он встречает, его обязательно находит удача. Правильное предсказание или нет, неважно. Церковь считает любые гадания грехом. Но в Рождество трудно удержаться. Такой шанс почти безгрешно заглянуть в будущее есть только раз в году. Ведь уже 19 января – крещение. Считается, если в этот день окунуться в прорубь, можно очиститься от всех грехов. Этого хватит ровно до следующего Нового года. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ